Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о том, как рисовать футболку. Футболка уже давно стала базой для гардероба как мужчин, так и женщин. Рисовать мы будем женскую футболку в Adobe Illustrator. Если вы хотите посмотреть в рамках чего проходит данная отрисовка, это Challenge 100 эскизов. В первом видео я рассказывала, мы рисовали прямую юбку, самый простой вариант. Сейчас мы усложняем, переходим на футболку. Буду я рисовать в программе Adobe Illustrator. У меня версия 2020 года с поддержкой официальной Adobe. Я помесячный, у меня, соответственно, тариф. Если вы хотите просто попробовать, у них есть бесплатная недельная подписка, за которую вы можете скачать эту программу, попробовать в ней поработать. Я использую свой шаблон для рисунка эскизов. Это позволяет сделать все эскизы одного размера. Скачать вы его можете бесплатно. Оставлю ссылочку под этим видео. Welcome. Соответственно, будем рисовать футболку. У нас будет два вида. Это вид спереди и вид сзади. Разблокировала я все лишнее. И мне понадобятся рукава. Делаю двойной клик. Вхожу в режим изоляции. Еще один двойной клик. И двойной клик. Как бы внутрь погружаюсь. Еще двойной клик, чтобы у меня ушла я внутрь группы. То есть внутрь одной группы, внутрь другой вхожу. Уберу лишние руки. Это тоже, кстати, очень удобно. Когда вы можете выбрать то, как вам удобнее. Совсем прям руки раскинутые крестиком. Сейчас не очень актуально будет смотреться на эскизе. А совсем прижатые тоже. Будет такая немножечко кургузая футболка. А рукава обычно более свободные. Тем более сейчас в моду больше оверсайз входит. И нам все-таки нужно более свободный. Вот такой у меня получился эскизик. Единственное, точнее не эскиз, а шаблончик. Минус. Двойной клик опять. Выбираю все, что сейчас. Это мы его сдвинем чуть-чуть направо. И двигаю опять налево-направо с кнопочкой shift. Нажимаю кнопочку alt. Отпускаю кнопочку мыши. Потом отпускаю кнопки на клавиатуре. У меня все скопировалось. Видите, рука немножечко пересекается. То есть если вы хотите именно какой-то длинный красивый рукав рисовать, то тогда надо развести их подальше, чтобы они... Поскольку я буду рисовать футболку со средней длиной рукава выше локтя, мне это не принципиально. Инструментом монтажная область раздвигаю зону, на которую я буду рисовать. Все, я подготовила шаблон. Соответственно, двойной клик. Выхожу из зоны выделения. Выделение, да, то есть я проваливалась внутрь. Это, то есть внутри группу я проваливалась, чтобы не менять ничего внутри вот именно документа, как оно есть. Так, теперь блокирую слой и создаю новый, на котором буду рисовать. Рисовать я опять буду инструментом перо. Вот здесь он у вас находится на панели инструментов. Приближаю один из шаблонов. Мы сейчас нарисуем с вами половинку футболки. После этого ее раззеркалим, сольем. И из нее потом сделаем спинку. То есть не надо будет целиком рисовать с нуля спинку. Мы ее как бы отсюда заберем. Что очень удобно, здесь уже намечены у нас плечи. Все у нас с вами есть. Берем инструмент перо. Ставлю плечевую точку. Будет немножко спущенный рукав. Смотрите, как хорошо это сразу видно на футболке. Единственное, что у меня получилось, черный цвет должен быть у контура. И в обводке снимаем пунктир. Вот. Так правильно. Так. Рукав рубашечного типа. В рубашечном типе у нас окат практически прямой будет. Да, чуть-чуть буквально мы его сделаем. И чуть-чуть, чуть-чуть прямую футболку по бедру. Соответственно, такой вот актуальный фасон. Нажимаю shift, чтобы у меня линия была абсолютно горизонтальная. Опять shift веду наверх до точки, которую считаю актуальной. Дальше там уже будет бейкой отделана горловина. Так. И рисую половинку горловины. Вот у меня получился такой основной базовый контур. Специально рисую без заливки. Заливку мы применим потом. Теперь вот эту точку, наверное, нужно немножечко нам поправить. И это еще один плюс иллюстратор, когда вы можете ту точку, которая вам смущает, поправить для того, чтобы она была в нужном месте. Вот эту, наверное, тоже. Значит, смотрите. Если вы плохо знакомы с иллюстратором, у него есть два инструмента по выделению. Это выделение и прямое выделение. Прямое выделение работает с точками, а выделение работает с объектами и группами. Это нужно просто освоить, запомнить. Рассказываю все это на курсе. В данном челлендже рассказываю только, как рисовать. Потому что все тонкости программы вот так вот рассказать невозможно. Это нужно проверять, это нужно выполнять задания. И там есть определенная методика, по которой иллюстратор осваивается. Потом с ним вообще никаких вопросов не возникает. Теперь рукав. Рукав, рукав. Сделаем его достаточно широким. Вот такой рукавчик. То есть рисование в иллюстраторе, оно ближе к геометрии, нежели к рисунку как таковому. Вот. Здесь базу сделали, здесь базу сделали. Что нам еще нужно с вами сделать? У нас, когда на футболку мы смотрим, будет видна горловина по спинке. Соответственно, вот она. И нужно, чтобы четко линия совпала. Как этого добиться? Видите, я сейчас нарисовала через край. Нам нужна обработка контуров. Окно, обработка контуров. Она там лежит всегда. Вот. Я обычно выбираю обе детали. Смещаю их в сторону с шифтом и с альтом. Отпускаю кнопки мыши. Отпускаю. Все. Здесь тоже стереть. Теперь мы все разберем. Разрезаем. Правой кнопочкой мыши разгруппировать. И все лишнее убираем. Таким образом, что у меня получилось. Возвращаю обратно с шифтом. У меня получился идеальный кусочек, который абсолютно точно совпадает. То есть мы просто вырезали. И вот здесь еще можно сделать углы скругления в фанели обводка. Таким образом, смотрите, когда у нас острый уголочек, вот он торчит вот здесь. А когда скругленный, он не торчит. Это внутренняя функция программы, как она оформляет углы. Но таким образом оно смотрится лучше. Так, теперь мы нарисуем беечку. Беечку лучше рисовать наполовину. Так, накривила я изрядно, но это ерунда. Мы сейчас это поправим. И сделаем абсолютно красивый, упругий контур. Особенности работы в векторе. Чем меньше точек, тем более упругий такой красивый контур получается. И все то же самое. Выбираем, сдвигаем. Это нам не нужно. Так, разбираем. Правой кнопочкой мыши разгруппировать. Этот метод может показаться сначала немножко такой обескураживающий. Я знаю, что поначалу к нему сложно приспособиться. Но когда вы к нему приспособитесь, вы поймете, что это оптимально. Потому что нарисовать абсолютно параллельную линию, и чтобы вот они совпали, это очень сложно. И самым лучшим это вот это вырезание. Что я сделала? Я взяла кусочек спинки, сдвинула его направо с шифтом. Видите, у меня двигается правильно по горизонтали. Alt нажала, чтобы скопировалось. Отпустила кнопку мыши, все скопировалось. Теперь опять шифтом опускаю немножко вниз. У меня, видите, получилось две штучки и две параллельные линии. Опять все выбрала, разгруппировала. И вот у меня получилось и абсолютно идеальная зарловинка спинки. Печка, которая прям попадает. Вот, собственно, половинка на половинку здесь у нас все есть. Что у нас еще будет у базовой футболки? Мы сейчас не усложняем, а рисуем базу-базу строчки. На рукаве я нарисую, на горловине тоже. А вот по низу мы нарисуем, когда уже сольем оба. Так, я люблю, когда толщина 0,25, 2,2. Ну, это мои личные предпочтения. Теперь линию сдвигаю, копирую с Alt. Потом, вот получилось. Горловину. Здесь тоже будет отстрочка. По горловине не всегда делают. Беру, соответственно, этот кусочек, дублирую его. И выбираю, вот здесь за ластиком прячутся ножницы. Отрезаю кусочек контура, нижний. Не попало. Вот так. Вот, смотрите. Один кусочек, второй. То есть я его ножничками разрезала. И теперь ему, инструментом пипетка, прошу присвоить такие же свойства, как у меня вот у этого пунктира. Чтобы весь пунктир на эскизе использованный был абсолютно идентичным. Возвращаю на место. И вот она моя отстрочка. Как правило, она делается на 0,1 см. Мы чуть-чуть ее отодвинем, для того, чтобы ее было видно. И можно кривую зну поправить, если это требуется. Вот таким образом. Теперь, чтобы вам было более понятно, что мы сделали, я выберу все. Но, обратите внимание, нужно не выбирать отстрочки. Отстрочки останутся, как они есть. И задам цвет белый. Вот у меня уже получается половинка. Выбираю все, абсолютно все. Инструмент зеркальное отражение. Он может прятаться за поворотом. Надо нажать и подержать. Вставляем на центр контура. И начинаю вращать. Видите, у меня угол самый разный. Нажимаю Shift. Угол сразу становится 180, 45, 90. Надо скопировать. Нажимаем на кнопочку Alt. Отпускаю теперь кнопку мыши. Отпускаю. Соответственно, кнопки на клавиатуре. Чуть-чуть я подвинула вправо кнопочкой. И теперь попарно выбираем. Сначала перед. Вот видите, у меня тут опять все куда-то убежало. Ничего страшного. Правой кнопочкой мыши. Монтаж. На задний план. Все. Ничего никуда не убежало. Просто при слиянии объекты между собой разговаривают и сливаются так, как они там находятся. Две горловинки. Слить. Две тесьмы по спинке. Слить. И два кусочка по спине. Слить. Вот у меня получилось. Если там мешается, если вы чувствуете, что вот здесь у вас появились лишние точки. Вон они, смотрите. Они у меня появились при таком слиянии. Я их сейчас просто удалю. Эти точки лишние. Здесь нету лишней точки. Давайте здесь посмотрим. Вот они лишние точки. Ну, то есть должна быть одна, а их тут пять. Таким образом можно все поправить. Не забываем, что Ctrl Z это обратное действие. И инструментом опорная точка можно еще подправить кривизну, если вы считаете это необходимым. Здесь не нравится какая-то идет. Кривизну сейчас тоже поправим чуть-чуть. Ну, я ее растянула и растягиваю с нажатым шифтом. Таким образом направляющие, вот смотрите по опорной точке, если растягивать в разные стороны, они будут одинаковые, но будут вращаться. Если вы шифт добавите, то оно будет тянуться равномерно. Вот, поэтому шифт тоже обязательно нажимайте, будет лучше. Так, эти две линии между собой соединяем. Здесь наверняка появилась лишняя точка, сейчас мы ее уберем. Да. Вот когда вот такие лишние точки, которые, смотрите, заходят друг на друга, когда вы их будете убирать, будет проблема. Поэтому что я делаю? Я пером плюс ставлю две дополнительные точки, соответственно, это все лишнее убираем. И можно потом уже поставить эту точку, не убирать ее. Посмотрим, что получилось. Абсолютно ровный пунктир. И нам не хватает по низу двух пунктирных линий, которые будут обозначать распашив. Если вы не владеете технологией, если вы не знаете, как это должно смотреться, идете в интернет, берете фотографию того изделия, которое вы хотите нарисовать, и внимательно смотрите, какие у него есть технологические особенности. Либо же берете свою футболку и рисуете по ней. Я рисую сейчас вот прям базовую базу. Вот такая стандартная совершенно футболка. Даже не приталенная. Я могу ее приталить. Специально выбрала свободный такой базовый крой. Тем более сейчас пошло на увеличение все это. Соответственно, вот такую мы получили. Понятное дело, что когда это будет из ткани, она будет давать дополнительную пластику. Тени мы сейчас рисовать не будем. Нам это не требуется. Копирую футболку на второй шаблон. И нам здесь нужно будет поправить, по сути, только горловинку. Притом горловинку по спинке. Соответственно, что я сделаю? Это можно убрать. Это нам тоже не нужно. А вот эту часть можно слить сосновой. Не слилось. Плохо сливается. Тогда давайте мы ее уберем. Вот у меня получилась такая увеличенная дырка. И мы сейчас уберем отсюда лишние точки, для того, чтобы их не было. И вот у меня получилась кривизна. То есть я правлю только вверх. Соответственно, одна направляющая и вторая направляющая из двух точек. По краям горловины они выходят. Так, тут у меня тоже требуется поправить одну точку. Лишнюю направляющую. Лишнюю направляющую убираю инструментом опорную точку. Смотрите, вот эти направляющие здесь должна быть прямая. Двигаю я инструментом прямое выделение. Если я чуть-чуть быстро делаю, посмотрите еще раз, что я делаю. И инструментом опорная точка в центр попадаю и растягиваю шифтом. Получаем. Здесь в зависимости от обработки может быть одинарная, может быть двойная отстрочка. Давайте сделаем одинарную. Ее можно просто нарисовать. Можно сделать вырезанием, как я вам показывала. Можно просто нарисовать. И сейчас переснимем инструментом пипетка свойства. Вот. Все. У нас получилось с вами две очаровательные футболочки. Инструментом контур 0 я выбрала футболки. Давайте мы их сгруппируем. И вот таким образом они у нас выглядят. Соответственно, создаем новую монтажную область. Футболка номер один. Белая. Белая футболка, по-моему, является базой. Какая еще база у нас является? Черная. Заливаем черным. И делаем цвет контура серым. Потому что черный на черным не видно. Что у нас произошло? Вот это прям классная ошибка, которую я люблю всем показывать. Смотрите. Поскольку у нас залились и наши отстрочки, то они выглядят вот таким образом. Вот она нам залила то, что не надо. Поэтому здесь надо убрать цвет заливки. В Adobe Illustrator, в отличие от Coral Draw, заливаются и не замкнутые объекты. Поэтому это нужно убирать. Вот. И теперь вы можете создавать футболки тех цветов, которых для вас актуальны. Которые должны у вас войти в ваш базовый комплект. Например, это может быть пудровая футболка. Цвет можно подобрать, либо взять с исходника. Если у вас есть уже образцы какие-то. Это может быть синяя футболка. Тоже видите, здесь залилось. Просто убираем. И все хорошо. Кстати, футболки часто относятся к базовому ассортименту. И их делают в очень большом количестве цветов. Поэтому техника популярна. Запоминайте, как я это делаю. Пробуйте, оттачивайте это. А как правило, футболка рисуется один-два раза. Это базовое. Можно рисовать, как я вот так вот флэт показала. А можно рисовать более реалистично. Когда у нас происходит сочетание. Здесь рисуются складочки, тенюшечки. Это уже зависит от требований. От личного стиля автора. Ну и от пожеланий того, как бы вы хотели. Если вы покажете конструктору вот такой эскиз. Еще и на шаблоне. Если вы ему дадите дополнительные комментарии. То, что здесь у вас будет бейка толщиной. Какую вы хотите. Там 0,5 см. Если тонкую, 1 см. Из чего она будет? Она выполнена будет из основного полотна. Если это будет кулирная гладь, например, или интерлок. Может быть она будет выполнена из рибы или кашкарсе. На какое расстояние у вас будет подгибка. Ну это обычно стандартно. Там 2,5-3 см по низу рукава, по низу изделия. И уже на нее можно дальше накладывать любые принты, карманы. Какие-то разные там полосочки, клеточки и все что угодно. Это сюда тоже может уже потом зайти и использоваться как дополнительный принт. Вот это базовая база, которую нужно уметь создавать, уметь делать. Если вам будет интересно, вы можете мне написать в комментариях. Я обязательно покажу тогда, как нарисовать футболку не чисто флэт, который плоский абсолютно, а именно реалистично. Как она на фигуре, когда у нее немножечко заминаются складки. Она не совсем такая вот прям разложенная плоская на столе, а имеет более живые особенности. Напишите мне, если это интересно. Я вам обязательно сниму видео, покажу, как это делается. Это тоже база, но каждый художник рисует по-своему. Кто-то рисует флэтс абсолютно плоские, кто-то рисует их более реалистично. Я рисую по-разному в зависимости от заказа. И иногда рисую два. Иногда рисую, как это будет смотреться на фигуре и плоско разложенное. Потому что, например, сложные кардиганы или то, что там из прямоугольника, когда они задрапировываются, ты сначала рисуешь, как это задрапировывается на фигуре, а потом конструктору показываешь, как это будет в плоской развертке, чтобы он понимал, что ты имеешь в виду, что это за модель. Вот, поэтому здесь особенности. Мне уже накидали кучу перьев, кручу стразиков, разнообразных платьев и кружев, которые вы хотите увидеть, как я отрисую. Я их все сохранила, правда, но я покажу это чуть попозже. Сейчас хочу рассказать именно основы, как делать простые модели, а потом уже будем их усложнять. Потому что декор – это отдельная история, это отдельные элементы, которые накладываются на базовый эскиз. А базовый эскиз все равно нарисовать нужно. Так же, как и с конструированием, вы сначала строите основу, а после этого начинаете ее моделировать. Так и мы с вами. Сейчас наработаем определенную базу и уже по ней пойдем. Если вы думаете еще о каких-то базовых моделях, я еще хотела показать прямое платье, какие еще вам показать? Джоггеры, наверное, туда нужно ставить, джинсы, то есть такие самые популярные. Что именно, пишите мне в комментариях. Буду рисовать, буду показывать. А потом уже эскизов 5-10 отрисуем и будем усложнять, будем делать всю красоту, которую вы мне скажете. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк. Пишите в комментариях, что вам понятно, что непонятно, нужно ли как-то поправить и что еще бы вы хотели отрисовать. Присылайте ссылки на фотографии, того, что бы вы хотели отрисовать или своих эскизов. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления и вы не пропускали новые видео. А каждый вторник я вас буду радовать новым эскизом и вы сможете пополнять свое портфолио. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.